здравствуйте не думал что буду здравствуйте не думал что такое видео когда-нибудь буду снимать но по поводу того как изобразить рык просто там на одном форуме возникла у нас дискуссия значит смотрите обычно люди как когда изображают рычание животных используют просто звук р наш обычный только там как-то прижимают более крепко язык там сжимаются чуть-чуть ну и получается что-то типа вот такое то есть используется в основном голосовые связки только чуть более зажатое горло сами же животные в частности кошачьи уж кошачьи то точно так они мурчат и насколько я понимаю рычат так значит не голосовыми связками у них для этого есть специальные хрящи эти хрящи есть и у нас они более только менее развиты так и мы ими обычно не используем но все же можно так сказать потренировавшись понатужившись задействовать и их например как мурчат кошки вот заметьте они когда мурчат они рот не раскрывают они мурчат через горло так вот я попытаюсь сейчас такое мурчание показать смотрим поближе к микрофону обратите внимание вот сюда вот здесь происходит движение гортани так и где-то здесь примерно я ощущаю вот эти хрящи которые вибрируют причем если хорошенько так включится то вибрирует аж прям вся грудь потому что звук низкий когда я впервые замурчишь вот так на незнакомую кошку не вот так вот-вот ошарахаются смотрят где где кот а вот такое там не так реагирует так то что это чуть не тот звук хотя к этому мурчанию можно добавить еще голосовые связки получается что-то типа такого тут же приходится выпускать через рот потому что голосовые связочки носом не включается нормально вот на самом мурчание вот теперь особенно если включить эти же хрящи но хорошенько поддать воздуха вот тогда уже получается рик причем кошачьи как известно рычат именно на вдохе например собаки больше на выдохе хотя они могут и так и туда-сюда рычать так но все же больше у них на выдохе а кошачьи не этими же хрящами насколько я представляю но на вдохе и что получается с непривычки если этим занимается каждый день горловым пением например то тоже бывает кашляет но там если там полчаса час попел то им надо переходить отдыхать петь чаёк горячий вот но я этим каждый день не занимаюсь то с непривычки поскольку ты сжимаешь горло чтобы сжать горло чтобы эти хрящи начали вибрировать они же у нас маленькие вот приходится горло сжимать так ну и соответственно кашель возникает так вот на вдохе и не голосовыми связками а то получится что-то такое а хрящами горло и это я на выдохе на вдохе но когда используют это экстремальном вокале так чем я тоже не занимаюсь не увлекаюсь но эти же хрящи можно использовать экстремальном бокале получается один из вариантов гроула гроула вообще большинство использует из голосовых связок то есть например позови меня с собой я в лету сквозь свои ночи и отправлюсь за тобой чтобы путь меня пророчил но я сейчас слабо показал на такие низкие звучки проскакивает но это из газа из голосовых связок это на основании штробоса то есть звук который идет из голосовых связок только не начинает более трепетать а можно использовать вариант гроула из горло так из вот этих хрящей тогда получается такая как афония позови меня с собой я приду сквозь злые ночи я отправлюсь за тобой чтобы путь мне не пророчил я приду туда где ты нарисуешь дними солнце где разбитые мечты обретают снова силу высоты но пианиэм это назвать сложно так это так даже вокалом это назвать сложно но называют вокалом ну а сам рык животных я примерно показал особенно кошачьих так львов тигров это вот она хрящи горло ладненько это честно маленькое видео просто чтобы показать человеку на форуме где мы дискутировали все всем пока с вами был леонид котвицкий с чудными звуками